На первый взгляд может показаться, что приобретение товаров для дачников это сплошное удовольствие. Ходи себе вдоль полок магазинов и выбирай то, что душе угодно. Ассортимент сегодня очень широкий, но на самом деле сделать грамотный выбор в пользу соотношения цены и качества – это вам не шутки. Задача каждого дачника – это выращивание экологически чистого урожая. Что же выбрать? Какие питательные вещества нужно привнести растениям и при этом не ударить по своему собственному кошельку? Ведущий программы «Дачная экспертиза» Сергей Новиков прошелся по магазину садовых товаров и как следует изучил предлагаемый ассортимент. Из всего многообразия отложил несколько вариантов, различных по цене, но определиться так и не смог. Поэтому мы обратились за помощью к консультанту магазина Наталье. Я прошел вдоль стеллажей с удобрениями органическими и понял, что цена на них может отличаться практически в разы. От чего это зависит? Зависит от упаковки. То есть чем больше упаковка, тем выше цена. Зависит от поставщика и зависит от… То есть если удобрение просто органическое, мы сравниваем с удобрением органоминеральным. Соответственно, органоминеральное будет выше ценовая политика, чем просто органическая. И концентрация тоже важна. Концентрация важна. Конечно, чем концентрировано не удобрение, тем больше в готовом виде вы его получите при разведении и обработке на садовом участке. Средняя цена удобрений, представленных в магазинах – от 35 до 70 рублей за килограмм удобрений на основе куриного помета и от 50 до 80 рублей за килограмм коровьего навоза. Органические удобрения с минеральными добавками будут стоить дороже на 30-40 рублей. Что такое органические удобрения и в чем их отличие, допустим, от минеральных? Отличие в том, что в минеральных удобрениях нет органических, а в органических они есть. Есть азотно-фосфорно-калийные и все микроэлементы, они присутствуют в органических. Органические удобрения улучшают структуру почвы. А к этому все, естественно, дачники стремятся. Они непосредственно кормят, поэтому без органических, то есть нет хорошего грунта у нас, нет полезной вкусной земли. Органические удобрения работают медленнее, но основательнее, улучшают структуру почвы. Структурная почва начинает быстрее доставлять необходимый для дыхания корней кислород. Помимо этого, органические удобрения повышают способность почвы удерживать питательные вещества в виде, доступном для растений. А можем ли мы растения органическими удобрениями перекормить? Как вы считаете? Можем. Особенно куриный помет. Достаточно сильной концентрации. И разводится он строго, указанно на упаковке информации. Пагубно может отразиться на растениях. А вы знаете, я еще обратил внимание, что в продаже существуют органические удобрения общего назначения, то есть для самых разных культур. Универсальные, да. И есть специализированные. Вот здесь какие могут быть подводные камни? Разница идет в составе удобрения. Например, растения, которые, допустим, плодоносящие у нас, да. Соответственно, фосфора и калия нужно больше, чем азота. Азота меньше. Азот нужен на первой стадии, на вегетативной, когда у вас рассада только всходит. Поэтому сбалансированные, готовые удобрения предлагаются покупателям вот как вариант. То есть можно выбрать удобрения, допустим, для бахчевых культур, кабачки, огурцы, тыквы и так далее. Для хвойных отдельно, это уже для сада. Ну и, соответственно, все... Ну, проще, мне кажется, и понятнее, если мы выберем нечто универсальное, что не испортит наши посадки ни в саду, ни в огороде, и поможет обеспечить растения всем необходимым питанием. Правильно? Конечно. У каждого из видов органических удобрений различные нормы внесения и периоды применения. Но при этом вся органика, навоз различных животных, помет птиц, компосты, торф, пищевые отходы, довольно-таки универсальны. И самое приятное для любого садовода, что такое удобрение можно сделать дома своими руками. В течение всего зимнего сезона на наших кухнях образуется масса отходов, которые с удовольствием и легко можно превратить в органическое удобрение. Подойдет все. Например, очистки от яблок, груш и других фруктов. Это могут быть очистки от овощей, например, от моркови, от картофеля, от многих других продуктов. Это может быть яичная скорлупа, банановая кожура, хлеб даже не самый свежий, ну и луковая шелуха – это классика. На некоторых сайтах я с удивлением и ужасом обнаружил рецепты, которые предлагаются для того, чтобы подкормить наши домашние цветы. Что рекомендуют? Взять все отходы, которые накопились у нас на кухне, опустить в блендер, добавить воды и прокрутить. И получившейся жижей, другого слова я подобрать не могу, рекомендуется поливать растения на подоконнике. Ничего более глупого из советов я на сегодняшний день больше не встречал, поскольку эта подкормка не только погубит сами растения, но и создаст в вашей квартире абсолютно невыносимую обстановку. Будет сильный запах, заведутся и расплодятся мушки, которые наполнят комнату. То есть это самый настоящий антирецепт. Но те отходы, которые у нас образовались на кухне, мы легко можем превратить в ценный компост. Только времени на приготовление этого ценного органического удобрения у нас уйдет очень много. Так же, как и на приготовление компоста на даче. Примерно один сезон. А вот рецепт приготовления компоста я вам сейчас с удовольствием и расскажу. Для приготовления домашнего компоста подойдет абсолютно любая емкость, даже взятая из-под пищевых продуктов, например, из-под мяса или птицы. На дно насыпаем питательный грунт. Это может быть тот грунт, который приобретается в магазине, универсальный. И тонким слоем насыпаем его на дно нашей емкости. Затем все отходы, которые у нас получились в результате работы на кухне, мы измельчаем. Чем мельче мы измельчим наши отходы, тем быстрее образуется тот питательный компост, которым мы сможем удобрять не только комнатные, но и дачные растения. Скорлупу от яиц мы можем просто раздавить и насыпать. Она легко под воздействием влаги и высокой температуры полностью растворится. Банановую пужуру мы тоже порежем. И таким образом мы органические остатки накрываем еще слоем почвы. Далее следует второй слой органики. И сверху мы вновь все мульчируем почвой. Такой слоеный пирог у нас с вами получится. Интересно, что в смеси с почвой эти органические остатки не будут давать неприятного запаха. Такую емкость можно установить, например, под раковиной на кухне. Не бойтесь, здесь не разведутся мушки, здесь не будет неприятного запаха и высокой влажности. Если вас беспокоит влажность, которая будет исходить из этой емкости, вы можете просто сверху то, что вы используете для изготовления компоста, накрыть обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Но не забудьте проделать небольшие отверстия для того, чтобы эта емкость дышала. И наши отходы превратились бы быстро в органическое удобрение. Как видите, все очень просто. Если у вас есть желание, если у вас есть настроение делать в домашних условиях органические удобрения, нет ничего проще. Рецепт домашнего компоста – просто главное терпение. Но также важно не забывать, что подкормка, которую вы готовите дома, не сопоставима с тем, что вы можете купить в магазине. Скажите, а в чем отличие принципиальное того компоста, который мы приготовим дома или на даче, и того, что продается здесь в пакетах? Органические удобрения, которые приобретаются в магазине, конечно, в плюсе по сравнению с теми, которые своего собственного изобретения. Потому что в них нет ни лишних семян, которые сорные, ни ненужных макро- и микроорганизмов. Не можем высчитать правильный паш, кислотность почвы. Здесь как бы все сбалансировано. И по сравнению, если мы берем навоз, который любят дачники покупать в машинах, либо в мешках, мы все-таки предотвращаем себя от таких злостных вредителей, как в конском навозе – это медведка, это майский жук, которые полностью могут погубить наш урожай. Здесь удобрение достаточно чистое, без каких-либо вредителей. Это большой плюс. При покупке удобрения в магазине вы получаете и состав, периодичность и схему применения на упаковке. А при самостоятельном производстве или при покупке с рук вы рискуете остаться без урожая. А что касается запаха? Вы сказали, что многие органические удобрения, они все-таки обладают запахом. Что выбрать из того, что пахнет меньше? Ну, гранулированные удобрения пахнут меньше. Сильный, наверное, запах все-таки имеет, это куриный помет, так как он, опять же, содержит большую концентрацию. Вот, остальные, ну, скажем так, терпимые. А для растений это вкусно? Для растений вкусно все. Опять же, в дозировке, в той, которая написана в упаковке. Я увидел, что удобрения могут быть расфасованы и в полиэтиленовые пакеты, и в тетропаках. Вот что из этого предпочесть, что более практичное? Все эти удобрения, они шикарно подходят для хранения в зимний период, они не промерзают, их можно оставлять. Скажите, а какие условия нужны для хранения органических удобрений? Сухие, потому что органика при пониженных температурах и повышенной влажности теряет свои свойства. Тем более, что на этих органических, богатых субстратах могут размножаться те же самые плесени, например. Да, конечно. Органические удобрения бывают и в жидкой форме, разведенные уже, и в гранулированной. Вот что здесь выбрать, что порекомендуете? Ну, я бы взяла гранулированное. Потому что если у вас вдруг остались удобрения, которые вы сохранить хотите на следующий год, соответственно, гранулированные удобрения не теряют своих свойств в закрытых упаковках, а если у вас удобрение в жидком виде, соответственно, оно у вас может промерзнуть, и все свои качества оно потеряет при перезимовке. Также гранулированная форма обеспечивает равномерность внесения в почву, а в период засухи гранулы сохраняют влагу и медленно отдают ее растениям. Большое вам спасибо. С органическим удобрением для своей дачи я на сегодняшний день определился. Пожалуйста, желаю вам больших урожаев и ждем вас в следующем году. До свидания. Спасибо. Всего доброго.